друзья всем привет на днях собираюсь на рыбалку и необходимо немного пополнить летнее снаряжение в данном видео я вам покажу как легко и быстро можно сделать такую снасть как кормак буквально на коленке для этого вам потребуется свинец газовая горелка чайная ложка пружинки эти пружинки я изготавливал сам при помощи вот такой вот приспособа кому интересно посмотрите на канале у меня есть видео ссылочка сейчас вот здесь вот появится также помимо пружинок еще надо будет пара ушных палочек ватку с них сразу же убираем подплавляем один краешек и расплющиваем в общем доделываем скользящую кормушку с другой стороны отрезаем лишний хвостик также немного подплавляем и плющим одна кормушечка готова точно также поступаем со 2 2 также нагреваем плавим и расплющиваем краешек чуть-чуть оттягивая пружинку ждем когда застыла вторая кормушечка тоже готова теперь нужно сделать грузила дальше плавим свинец и заливаем его в ложку размер ложки зависит уже от ваших условий ловли мне достаточно чайный груза можно лить как десертную так и в столовую соблюдайте меры безопасности берегите глаза руки залили и сразу же следующее на улице еще прохладно поэтому можно чтобы груз получился более аккуратным еще и вот так вот разогреть и ждать полного застывания ну и в общем вот такие вот грузила у меня получились по весу приблизительно грамм 50 лью я такие именно для рыбалки на большом течении плюс таких грузил именно в том что они плоские хорошо ложатся на дно и дальше уже никуда не стягивает ну и когда свинец полностью остыл можно сделать отверстие для лески это можно сделать как дрелью так и при помощи обычного шила сынец мягкий так что это не составит никакого труда отверстие готово теперь при помощи более толстого сверла обязательно нужно снять фасочки чтобы не повредить леску подготовительный этап завершён теперь можно приступить к монтажу самой снасти основная леска у меня будет 0 3 миллиметра поводки буду делать 0 23 крючки буду использовать десятого номера сперва на краю лески делаю петлю обычным двойным узлом обязательно смачиваем и затягиваем дальше эту петлю продеваю через груз перекидываю и подтягиваю лишний хвостик откусываем после этого отмеряю где-то приблизительно полметра и отрезаю теперь делаю петельку на леске также и смачиваю наверно вам плохо видно но петелька готова дальше понадобится либо бусинка либо стопорок я буду использовать бусинку перекидываем через нее леску поддвигаем к нашей петельке после этого одеваем кормушку еще одну бусинку также продеваем леску чтобы она не ездила и выше бусинки также делаем еще одну петельку опять же смачиваем узелок и затягиваем бусинку сдвигаем к петельке снасть практически готова осталось одеть поводки как привязывать крючки я уж наверно вам не буду показывать у каждого есть свой любимый узел у меня это восьмерка с другой стороны поводка делаем также петельку обычным двойным узлом не забывайте обязательно все это дело смочить поводочка мне получились где-то около 8 сантиметров ну и дальше петля в петлю одеваем их на нашу снасть надели подтянули один и точно также второй это все друзья снасть готова поводки можно делать конечно короче если вы будете допустим рыбачить на леща то их нужно делать вообще там сантиметра два-три длиной и одевать на них пенопласт я же эту снасть сделал именно на ловлю карася сазана и изя то есть поеду в такие места мне там нужны поводочки чуть-чуть подлиннее самое главное чтобы они не доставали до груза чтобы не переплетались ну и точно таким образом сейчас соберу вторую снасть в общем повторяю всю процедуру как и на первой кормушке думаю вам уже это не интересно поэтому доделаю покажу результат ну и пока собираю вторую снасть еще раз повторюсь что здесь все размеры делайте какие вам будут угодны не обязательно все повторять именно точно так же как я это все делаю снасть эту я собираю именно под свои условия ловли они у всех могут быть разными так что длину поводков расстояние между поводками длину кормушки это вы можете подобрать именно под те условия ловли которые подходят больше вам старая снасть тоже практически готова как вы только что убедились все делается очень просто и быстро ну такую оснастку в народе называют кармак что-то наподобие убийцы карася только вместо трех кормушек одна ну и вот друзья вот такая вот красота у меня получилось надеюсь что в ближайших видео вы увидите ее в работе ну а на сегодня у меня все кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки всем пока до новых встреч до новых интересных видео